Всем привет! Меня зовут Варвара. Сегодня предлагаю вам сделать брошь из бисера. Самое главное, красивый бумажный шаблон. Свой шаблон я нашла в интернете. Его длина приблизительно 11 сантиметров. Также нам понадобится золотая плотная канитель, золотой бисер металлик, витражный бисер с золотым центром, золотые пайетки и стразы в цапах в форме лодочки. В качестве основы используем фетр. Главное, чтобы он был жестким. Лучше всего выбирать корейский фетр. Перед началом работы канитель немного растягиваем и начинаем постепенно пришивать ее по всем линиям. Кому-то удобнее сначала обшить заготовку канителью, а потом вырезать ее с листа фетра, но сколько бы раз я не пробовала так делать, все время разрезала нитки, которыми пришита канитель. Поэтому теперь сначала вырезаю заготовку, а потом аккуратно ее обшиваю. Даже если по краю останется небольшой запас фетра, его можно с легкостью обрезать. Как я уже рассказывала, я не подружилась ни с леской, ни с мононитью, поэтому все пришиваю обычными хлопковыми нитками и иголкой для бисера. Канитель пришиваем стежками через каждые 5-7 мм. Начинаем с пришивания самых крупных деталей, а именно страз в цапах. Для того, чтобы их удобнее было пришивать, сначала фиксирую их с помощью клея. Я использую клей момент кристалл, но можно воспользоваться и термоклеем. Закрепляю все стразы, даю клею немного схватиться и пришиваю. В каждые два отверстия проделываю 2-3 стежка. Теперь приступаю к заполнению крыла. Его полностью буду заполнять пайетками. Пайетки пришиваем швом назад иголкой внахлёст, чтобы получилось подобие чешуи. Для того, чтобы между чешуей пайеток не видны были нитки, иголку вкалываем вперед от предыдущей пайетки на расстояние радиуса пайетки, закрепляем пайетку и возвращаем иголку в центр, вкалывая ее в самый край рядом с предыдущей пайеткой. Таким образом заполняю абсолютно все крыло. Продолжение следует... Теперь приступаем к перьям хвоста. Внешний ряд выполняю из жемчужного бисера молочного цвета. Набираю на нить бисер для всей длины ряда и закрепляю простым стежком, а затем короткими перпендикулярными стежками закрепляю всю нить по контуру. Продолжение следует... Второй внутренний ряд выполняю из витражного бисера, а промежутки заполняю бисером металлик. Таким образом заполняем все перья. Для основной части туловища также набираю длинную нить бисера, чередуя жемчужный бисер с золотым металликом. Длинную бисерную нить закрепляю так же, как и на перьях хвоста. Продолжение следует... 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 Чтобы голова птицы выглядела более изящно, буду заполнять ее небольшими стежками ниток мулине в цвет фетра. Получается самая обычная вышивка гладью. Для клюва беру нить мулине буквально на 2 тона темнее и также заполняю его маленькими стежками. Несколько стежков этой же более темной нитью выполняю около края бисера. Для глаза птицы буду использовать черный стеклярус. Изначально я хотела использовать темно-коричневый бисер, но с круглым глазом птица выглядит мультяшно. Осталось самое интересное. Идея с перьями пришла мне уже после завершения вышивки. Я буду использовать натуральные белые перья. Два небольших пера располагаю около головы. И два более пышных пера располагаю на хвосте. Закрепляю их также с помощью клея момент кристалл. Остался лишь задник. Для него я обычно обвожу саму брошь на фетре, потому что после вышивки она увеличивается в размерах. Но в этот раз перьями мешали мне это сделать, поэтому я обвела шаблон, а затем, отступив от контура примерно 2-3 мм, сделала новый и вырезала уже по нему. В некоторых местах остался небольшой запас, но его легко будет срезать. В задник мы также должны закрепить основу для броши. Ее сначала прикрепляю к основе с помощью клея момент кристалл. Затем прикладываю задник и прощупываю, где располагается начало и конец иглы. На этом месте ставлю отметки ручкой. На отмеченных местах вырезаю небольшие квадратики. Продолжение следует... Дождавшись высыхания клея, соединяем основу и задник, закрепляя при этом и основу для броши. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как основа и задник надежно склеились, можно отрезать излишки. Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось лишь обшить брошь по краю. Делаю это, как обычно, стежком через край. Обработку края удалось сделать лишь в тех местах, где нет перьев. Но это не критично, ведь основу и задник мы все-таки склеили клеем. Более подробно о том, как обрабатывать край броши таким стежком, я рассказывала в одном из предыдущих видео. Ссылку на него оставлю в описании. Продолжение следует... На этом все. Вот такая невероятная красота у нас получилась. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.